Макс, ну вообще, расскажи, что у тебя за история такая? Все началось с того, что родители уехали по работе в другой город и оставили нас с Юркой пока что жить вдвоем. Это та самая сестра, которую ты писал в ВКонтакте, да? Да, это та самая моя сестра. Значит, произошло ровно через неделю после того, как уехали родители. Я спокойно сидела, делала уроки. Пойдемте покажу. Ага, слушай, вот ты нам сейчас расскажешь, как раз ВК писал именно про какую-то куклу, что какая-то дичь из куклы происходила. Вот я спокойно сидела здесь, делала уроки, и тут слышу сзади какой-то смешок. Такой оборачиваюсь, смотрю, да вроде ничего и нет такого необычного. Я думаю, может быть, соседи или с улицы что-нибудь продолжают делать. И потом, после того, как я это уже забыл, я слышу снова смешок. Так же сзади был, да? Так же сзади, да. Оборачиваюсь, смотрю, ничего такого и нет. Блин, ну может у тебя телевизор был включен или через улицу кто-нибудь посмеялся, нет? Так все дело было-то в том, что время-то было достаточно позднее. Типа, моя сестра была на последней паре. И когда я смотрел в окно, на улице-то и никого не было. Не, ну а ты точно все проверил, вот когда второй смешок услышал? Ты точно все проверил? Я сначала подумал, что может быть реально мимо прошла какая-нибудь мама с малышом в коляске, но никого не было. Погоди, типа смех, получается, был, ну как, детский, правильно? Детский. И оба раза. Оба раза. Офигеть, ну... Так, ну погоди, все равно это могло быть где угодно. Если ты говоришь позднее время, якобы последняя пара, ну блин, это все равно как бы не ноль же, глубочайший вечер. По сути, могло все элементарно быть. И этаж-то не особо высокий, в принципе. Хотя сейчас не слышу, но не суть. Ну и что дальше произошло, как вообще? Ну, допустим, я мог подумать то же самое, что мне могло показаться или донестись с улицы. Но все уже развеял второй случай. Слушай, а вообще вот когда ты услышал об этом, ты нам сказал, что сестра тебе не поверила, вот как ты писал. Ты ей типа сразу позвонил? Или как вообще ты... Да, я сразу ей позвонил, и она не поверила. Погоди, после второго раза, как кто-то засмеялся с пеной. И что тебе ответил сестра? Она сказала, она ответила сразу. Но при этом она не поверила и даже немного посмеялась над мной. Слушай, Диман, ну на самом деле ситуация такая. Вот кажется, ну реально типа смешно, да? Вот как-то связал типа с какой-то чертовщиной, который появился неоткуда, от какой-то куклы. Но, блин, если бы такое реально со мной произошло, мне кажется, я бы, наверное, вообще прям это, напрягся дико. Не, я бы тоже очканул, но смотри, это и был тот момент последний, который тебя напугал так жестко и ты решил нам написать? Нет, второй момент был уже позже, у меня через три. А, через три, да. Я разлюнулась с кладушки, вот здесь вот сейчас она сложена и убрана. Ага. Проснулся я от звука бьющегося стекла, как будто разбилась тарелка или какой-нибудь стакан на кухне. Юра, моя сестра, она спала спокойно и ее это не разбудило. То есть это услышал только ты? Это услышал только ты. Но это было по факту? Но это было по факту. Реально что-то разбилось? А ты проверил вот прям? Пойти и проверить, что там разбилось. Посмотрел, а тут разлито молоко и валяются осколки, да. И прям посередине был детский след. Не, погоди, погоди, у тебя же... Ну, детский след, по сути, лапка, она очень похожа на детскую, блин, может это собака элементарно жить? Собака могла разбить бутылочку? Ну что, моя сестра все время убирает молоко в холодильник, чтобы оно не испортилось, а собака не может открыть холодильник и достать оттуда молоко. Ну, может, блин, забыл, он закружился, не знаю, заработал, все же может быть, оставил бы молоко еще. Вот сразу после того, как я это увидел, я и пошел будить Юльку. Она, конечно, немного позвелась, но когда мы пришли, я посмотрел, а детского следа уже и не было. Ну ты прям увиден, ну ты прям увидел и уверен, что это детский след, не собачий. Не собачий. Дима, какая дичь, мне кажется, ну что-то слишком жестко. Я не знаю, это вообще что-то непонятное, какая-то хренотень. Мы натолкнулись на сайт Runbox. Именно там можно выиграть такие крутые призы, как iPhone XS, XS Max, Xbox и MacBook. Сейчас в Runbox проходит конкурс, в котором приз каждый выбирает сам. В данный момент они разыгрывают колонку JBL Pulse 3, наушники AirPods 2 и экшн-камеру GoPro 5 Hero. Выбери один из трех призов, выполни условия конкурса и забери свой приз. Так, а сейчас мы попробуем открыть коробку Лего и посмотрим, что получится. Офигенно! А также на сайте есть бесплатная коробка. Чтобы ее открыть, выполни некоторые условия. Все честно, людям действительно приходят призы, посмотрите отзывы и убедитесь в этом. А по ссылке в описании вы получите 50 рублей и 20% бонуса на депозит. Ну смотри, Максим, получается, вот эти все истории, которые ты нам сейчас рассказал, вот этот непонятный след на отпечатке от молока, вот эти смешки детского ребенка, ну ты, получается, связал с той самой куклой, о которой он ВКонтакте с нами писал или как? Да, именно так. Диман, ты веришь вообще в эту историю? Просто, как по мне, какая-то дичь, мы никогда с тобой с таким не сталкивались. Да блин, я не знаю, Темыч, мы очень много разных паранормальщин повидали. И знаешь, ты огромное количество разных историй про кукол, которые как-то непонятно себе... Ну я не знаю, что и думать, если честно. Слушай, Диман, я, если честно, настроен более, как бы, скептически, наверное, под реализм. Но, блин, раз уж мы сюда приехали, и чтобы Максим не переживал, я думаю, стоит вообще помочь, чем сможем. Смотри, тогда давай для начала эту куклу хоть посмотрим вообще, рассмотрим, поймем, с чем мы имеем дело. Она вообще дома, эта кукла, или нет? Да, она в доме. А где? Блин, я не знаю. А, смотри, Максим, получается, когда ты второй раз вот этот смешок услышал, ты подбежал к двери, точно никого там не было? Точно. Вообще не понимаю. Ребят, какая-то дичь. Надеюсь, мы сейчас все успеем. Не знаю вообще, как отреагирует сестра на то, что мы здесь появились вообще в чужой квартире, по сути. Как вообще связано с тем, что она реально тупо не верит в эту куклу, несмотря на то, что ты ее и звал один раз, когда ночью проснулся, и звонил ей по телефон, она вообще никак не верит? Она не верит вообще. Че, ребят, пойдем, пойдем посмотрим на эту куклу. Да погнали. Ну че, ладно, у тебя где-то есть. Вот она. О, погоди, а че это она так? Я ее лицом повернул к стене, чтобы на всякий случай. Понятно. Ну че, могу брать? Да. Я пока пойду чаю, но... А, давай, спасибо. Диман, он не тяжелый. Тиман, как-то прям вообще очкою ты сейчас. Ты слышишь, как у нее голос распоменялся. Да, переживай. Ну блин, Диман, это же просто кукла. Ну и че? Смотри, Темыч, ну она реально мерзковато выглядит. Слушай. Не, ну блин, она большая, да? Да, такая старая ночная ушка какая-то, Темыч. На, снимай ее. Ну, она какая-то криповая, блин, дичь. Слушай, Димыч, а реально, ну выглядит как... Ночнушка как будто как... Я не знаю. Она вроде, ну нормальная, да? Без всяких дефектов. Блин, ну так-то да. Даже волосы все видишь на месте? Смотри, Темыч, глаза прям вообще как будто... Как живые. Да да, живые в душу прям. Блин, ну нафиг. Ой, Диман, смотри, глаза скрываются. Офигеть. Ну она реально огромная, как ребенок. Я даже не знаю, котика два, наверное. Смотри. Ну нафиг, блин, Диман. Тема, блин, какая-то дичь. О, погоди. Макс! Я так говорю. Она что, еще разговаривает что ли? Да, там кнопка есть на спине, только она очень старая. И батарейки не очень, так что... Блин. Ну она говорила, потом говорила. Смотри, 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 слушай. А нарядное платье? Ну как у тебя ненарядное платье? Ну что у тебя, пшамое, котиле. А, да ну нафиг, Ктюк, на ее, подержи. Блин, ты что? Он такую историю... Прикинь, прикинь. Нет, смотри, смотри. Он не видит кого. Блин, ты что? Блин, Диман, реально криповый. Я уже понимаю его, почему он... Ё-моё, ты вообще твич. Охренеть, если бы она была живой. Оставь ей в руку. На, возьми, возьми. Держи, держи, держи. Вообще, типа, вот так вот. И как будто душит тебя. Смотри, Диман, у нее две руки прям, одной можно. Так, это вторая. Как будто... А, стой, да стой, Макс, мы просто шутили, шутили, блин. Да, я буду шутили, блин. Да, я уберу. Мужик. Блин, убери ее, Диман, от него подальше. Ладно, короче, смотри, Макс. Мы в любом случае тебе поможем. Да ты так не переживай, блин. Не знаю, ты реально думаешь на нее? Нет. Блин, мужик, тогда сорян. Не переживай, мы тебе точно поможем. Смотри, единственное, что, естественно, мы не сможем с тобой, ну, несколько дней находиться, чтобы следить за ней. Но нужно что-то придумать, Темыч. Нам по-любому нужно придумать, потому что реально за ней следить несколько дней мы не сможем. Не, а что, слушай, Макс, смотри. Мы могли бы, конечно, с тобой сейчас сидеть бесконечно. Да, мы досидим, пока сестра не придет твоя. Но, блин, сидеть вот так, пока она что-то с ней не двинется, там, или еще что-то, неделю, там, может месяц пройти. Ты сам понимаешь, это бесконечное время. У нас так, по сути, даже видос никогда не выйдет. Мы тебе, смотри, такую тему предлагаем. Диман, слушай, у нас вторая камера сейчас где? Не в тачке случайно? В тачке? Ну, естественно. Давай сейчас спустимся и Максиму камеру дадим. Ничего, нормально? А, слушай. Ну, на неопределенный срок. Да давай, реально, мы тебе дадим камеру. Смотри, если тебя что-то будет тревожить, во-первых, ты нам сразу же пиши. А во-вторых, если ты услышишь какой-то посторонний звук, что-то опять разобьется, может быть, какой-нибудь скрип будет. Ну, то есть, любое подозрение на опасность от этой куклы, ты сразу включай камеру, снимай. И если материал наберется, и что-нибудь реально стоящее будет, сразу нам на почту пуляй и все. Ну, или в АК. На крайне. Да. Прям каждый день можешь отправлять, просто... Да, мужик, это поможет тебе. Да, давай мы сейчас тебе камеру притащим из тачки. Ты не переживай, мы ее сейчас поставили. Все, ты на нее не обращай внимания. Даже, даже давай, чтобы она ее не смущала, давай ее посадим прям вот сюда, чтобы она за углом вот так вот была. А ты, там, я не знаю, делай свои дела, я думаю, все будет нормально. Да, смотри, в любом случае мы до сестры с тобой досидим, и дальше у тебя всегда будет надежность в камере. Камера, это наши глаза, ты сразу все снимешь, сразу нам скинешь. Так что не переживай, все будет очень круто. Да, все будет круто, не переживай. Че, Диман, готов? Да, все, погнали тогда в тачку, Темыч. Все, мы сейчас тебе принесем камеру, ты будешь, друган, видеоблогером. Прикинь, как круто. Диман, че это вообще была за дичь? Да я хрена узнаю. Ты видел, как он перепугался? Он вообще дико перепугался, Темыч, из-за куклы. Вот кто подумает, что живая кукла, да? Я не знаю, Диман, ну вот, я не знаю, какая ты дичь, живая кукла, блин. Но с другой стороны, да, ты прав, пацан перепугался, надо ему помочь любыми способами. И я думаю, видос на канал выложим. Слушай, давай выложим, такой истории еще реальной тупо не было. Да. Еще такого не выкладывали. Не выкладывали. И еще, Диман, вторая причина, потому что, ну, мало ли, наши зрители, подписчики какую-то похожую историю знают или вообще в этой теме что-то рубят. Тогда, ребят, просто в комментариях напишите, что нам делать в этой ситуации. Да, реально, ребят, напишите в комменты, прям, что вы думаете насчет этой ситуации. Может, у вас реально такая ситуация была. И, блин, самый крутой, Темыч, то, что мы не можем понять вообще по тому, что сейчас он нам рассказал, реально ли эта кукла живая или нет. Но благодаря камере, ребят, мы сейчас реально ему отдадим. Если что-то произойдет, он все это снимет, и мы обязательно эти куски для вас ставим. Ну, и ладно, Темыч, давай уже пойдем, потому что он остался один с этой куклой, и он дико сейчас просто перепуган. Давай не будем тратить время, погнали. Давай. Вы где так долго были? Она пошевелилась. Ты чего? Что? Кукла пошевелилась. Ты серьезно? Я не могу, что ваш весь свет включил. Она! Погоди, Диман, пойдем посмотрим. Там дрова была, дрова. Пойдем. Подожди. Максим, ты что, прикалываешься, что ли, над нами? Это ты понял, Макс? Нет. Не понял. Слушай, Макс, не глянь, не скажи, что. Блин, ну если хочешь, как-то видос украсть. Делать свои разные вещи. Мы его не будем видосы, просто смирите, и он все же везет. Пацаны. Чего? Не, ну она выглядит так же, как выглядела, по сути. То есть у нее глаза, да, как живые. Но, блин, ребят, Диман, мы же с тобой своими глазами не видели, чтобы что-то как-то у нее двигалось. То есть, ну ничего за сегодня не происходило, никаких изменений, кроме вот этого поворота головы. Но мы своими глазами этого не видели. Вот, Макс, возьми камеру, засними, да. Мне уже не нужна камера, просто заберите ее отсюда. Ну то есть? Блин, погоди, мы же хотели, чтобы ты взял камеру и сразу все снимал, отправил на... Мне уже не нужно это. А что ты хочешь? Я хочу, чтобы она исчезла отсюда. Блин, блин. Слушай, Диман... Подожди. Не, Макс, смотри, мы можем, конечно, забрать куклу, но это все-таки... Кукла сестры. Как мы ее можем забрать, если это ее вещь? Что ты ей скажешь? Неважно, неважно, я с ней как-нибудь договорюсь. Куплю другую куклу, просто заберите ее. Ладно, давай тогда ее... Давай ее тогда, Темыч, заберем на время, блин, ну чтобы разобраться. Да, давай пока куклу заберем. Не пока. А навсегда. Ладно, хорошо. Ладно, Макс, ты так не переживай, все нормально, смотри. Мы как-то что с ней узнаем, за ней проследим, мы тебе обязательно сразу скажем. Ну и... Блин, видосы смотри тогда, за ними следим, мы обязательно выложим, если что-то произойдет. Хорошо. Ну ты уверен, да? Я уверен. Ладно, давай, не переживай, мы ее забираем, все, ты тебе можешь быть спокоен. Если что, пиши. Давай, давай, все. Диман, ну теперь все нормально, самое главное, мне кажется, мы задачу выполнили с тобой, школьник теперь будет вообще спокойно жить, несмотря на то, что я все-таки отношусь как-то более скептично к этой кукле. Но главное, что задачу мы сделали, и школьник не переживает. Согласен, Тёмыч, единственное, конечно, в его глазах реально был вот этот страх, но это жесть. И надо будет в ВК найти его сестру, написать, что вещь, забрали ее, а то начнет переживать, где она и что и как. Да я думаю, все нормально, будет все реально, сейчас домой вернемся, Диман, в ВК прям ей напишут, я думаю, она поймет. Мы же куклу все-таки не с концами забрали, мы потом вернем ее, когда школьник успокоится. Тёмыч, я дав не мог сказать, ну просто жесть, я его реакцию вспомнил. Ну когда ты начал с ней играть, как будто она тебя душит, и, блин, Диман, это жесть. Конечно, Диман, мне было немножко стыдно, признаю, когда школьник зашел в комнату, но, блин, все так совпало в этот момент, это был просто дико угарный, просто такая дичь. Нет, смотри на меня, я хочу играть. Субтитры сделал DimaTorzok